Война заканчивается. Всё решено. До Третьей мировой войны мы в отпуске. Шутите? Не шучу, Гэнс. А что вы думаете о Гитлере? Хайл Гитлер! Похвально. Ещё немного, и вы увидели бы фюрера. Правда, в неприглядном виде, в каком-нибудь женском халате или в чём-то... Господин капитан. Да, Гэнс. Вы заметили, что в последнее время мы ждали сигнала? Позавчера, вчера, сегодня. Наше радио принимало его. Значит, всё кончено. Но я приказал на сигнал не отвечать. Фюрер и его приближённые не поедут в джунгли Амазонки, где нету пятен. Я решил фюрера на борт не брать. Вы хотите спросить, почему? Потому что они свою войну проиграли. Великую идею национал-социализма из-за своей тупости они повергли в прах. А я свою войну не проиграл. Я сохранил свой летучий голландец. И что, сейчас я должен спасать этих самовлюблённых павлинов? Их наверняка будут искать. И найдут они слишком яркие фигуры. А без них никто не будет искать. Ни меня, ни тех, кому я решил даровать жизнь. Да-да, даровать. Ибо на своей невидимой никому подводной лодке я становлюсь всемогущим, как Бог. Я спасу от смерти тех, кто мне симпатичен. Кто способен вдохнуть новую жизнь в идеи фашизма. Тех, кто делал своё дело хорошо. И у кого реальные деньги, реальные связи в будущем мире. Вы были на пирсе Пилау, когда нам доставили пять кофров. Это личный архив фюрера. Но не это главное. Там досье на очень многих политических деятелей мира. Фотографии, сделанные тайно. Неосмотрите на выданные расписки. Даже счета из ресторанов или рецепты врачей, не подлежащие оглашению. Вам всё ясно, доктор? Я вас не понимаю, господин капитан. Это материал о тех, кто сегодня у власти. И о тех, кто, возможно, будет завтра. Он ещё ходит по министерским коврам, а на его шее лежат уже мои пальцы. Там такие материалы. В нужный момент их можно будет так, ради предупреждения, предъявить. И они будут у нас в руках. Это планы возрождения Рейха? В известном смысле. Там много разных планов. Например, план, называемый «На дно». Вообразите. Бесшумно опускаются под земли военные заводы. Но люди продолжают работать. Они куют оружие, как гномы в пещерах. Германия под китой врага. Это страна гномов, теней, невидимок. Но в самых надёжных тайниках сохраняются архивы. Все военнослужащие учтены карпотеке в полном порядке. Страна разбита на отдельные подпольные военные округа. Система изолированных отсеков, как на подводной лодке. Учтено всё до мелочей. Предусмотрены и дойные коровы. А это что такое? Американские трестые банки будут этими дойными коровами. Они снабдят лежащую на грунте Германию всем необходимым. Вся Германия, доктор, превратится в денету. Пройдёт положенный срок. И послушная в зову труп, она снова всплывёт со дна. Забурлит вода. И на поверхности с пены поднимутся города. И тотчас густой дым повиснет над заводами. А с обсыхающих взлётных площадок стартуют самолёты. И это будет четвёртый рейх, доктор. Господин капитан, величина секретов, которые вы сообщаете, превышает мои слабые силы. Я хочу, чтобы вы поняли, Генц, как легко и свободно мы внедримся в послевоенный мир. Мы будем иметь покровительство важных людей. И там вдали мы создадим ядро четвёртого рейха. Мы сохраним национал-социализм. Я долго размышлял. Расстрелять вас? Или оставить жить? Вы же доносчик. Господин капитан. Я знаю. Доктор, вы не важный, а доносчик профессиональный. Такие люди мне будут нужны.